Джалиловские чтения. Кинопремьера в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Елизавета Газизянова. Казанский федеральный университет занял 13 место в рейтинге лучших университетов России, подготовленного международным рейтинговым агентством Times Higher Education. Сильной стороной Казанского университета остается высокий уровень интернационализации. Методика рейтинга предполагает оценку ВУЗа по 13 показателям, объединенным в 5 основных укрупненных групп образования, уровень интернационализации, привлечения средств от промышленности, цитируемость и научно-исследовательская работа. 14 октября прошла встреча иностранных студентов Института управления экономикой и финансов с Генеральным консулом Республики Узбекистан в Казани Фаридином Насриевым. Подробнее смотрите в сюжете. 14 октября иностранным студентам Казанского федерального университета представилась возможность лично встретиться с Генеральным консулом Республики Узбекистан в Казани Фаридином Насриевым и задать ему все наболевшие и интересующие вопросы. На встрече также присутствовали проректор по внешним связям Кафуатимирхан Алишев и представитель национально-культурной автономии Узбеков Татарстана Абдуманоп Абдусатаров. Генконсул выразил благодарность ВУЗу за содействие, а после рассказал студентам об истории и работе консульства. Наша генконсульство уже функционирует с 2019 года. До этого в Казани генконсульства не было. Все граждане обращались в наше посольство в Москве. И если взять за последние эти 6 лет, вы сами прекрасно знаете, какие широкомасштабные реформы проводятся в Республике Узбекистан. И нет ни одной сферы деятельности, чтобы не было реформ положительных. Это будет культура, гуманитария, экономика, образование или политическая сфера. Встреча прошла в рамках вопрос-ответ. Студенты поднимали актуальные темы самой разной направленности, начиная с образовательного процесса и заканчивая вопросами проживания на территории Российской Федерации. Каждый гражданин, в том числе иностранный гражданин, находясь на территории Российской Федерации, он должен соблюдать и уважать законы страны пребывания. И в связи с этим, это в основном касается первых курсников, приехали, здесь надо соблюдать, уважать. Вот есть представители здесь экономических связей, вуза, к ним подойдете, они вам помогут по регистрации. Потому что надо обязательно регистрироваться в течение двух недель после приезда в Российскую Федерацию. Напомним, что в 2021-2022 году в Казанском Федеральном Университете обучаются более 10 тысяч граждан из 101 страны мира, в том числе и Узбекистана. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универниус. Жители сел Малые и Большие кабаны Республики Татарстан одолевает застройщик, планирующий постройку 75 многоэтажек на 24 тысячи человек. Это, разумеется, совершенно не устраивает жителей Лаишевского района. В чем суть конфликта и есть ли у него решение, разбиралась наш корреспондент. Жители Малых и Больших кабанов, расположенных в Лаишевском районе Татарстана, бьют тревогу из-за планов по громадной застройке неподалеку от их домов. Там планируется возведение жилого комплекса «Долина Махаон». Его создание глава Татарстана Рустам Мениханов одобрил еще в 2016 году. Однако, спустя несколько лет ситуация кардинально изменилась. Территорией завладел другой застройщик, и теперь проект жилого комплекса представляет собой 75 многоэтажек на 24 тысячи человек. «Долина Махаон» – масштабный проект. Общая площадь земельного участка – 180 гектар. Участок принадлежит на правах собственности управляющей компании «Акбарскапитал». По словам пресс-службы президента Татарстана, в проекте применен новый подход к планированию застройки. Предполагается интегрировать европейский опыт проектирования. Это, во-первых, был конкурсный проект, там брали самый лучший. И в результате он претерпевает ряд изменений, и что мы получим – неизвестно. Это, конечно, такая большая проблема нашей реальности. То, что за красивыми картинками мы не всегда получаем то, что мы видели изначально. На откуп застройщикам отдается планирование территорий. Они вроде бы как планируются микрорайонами, но при этом инфраструктура не всегда готова к этому. И это порождает, конечно, недовольство и, собственно, некомфортабельное жилье. По словам местных жителей, комплекс собираются возводить без отдельных дорог, без собственных канализационных очистных сооружений и с перспективой получения на выходе дорожной пробки в сторону аэропорта Казань. Сейчас застройщик и администрация Лаишевского района делают все возможное, чтобы сменить вид разрешенного использования СЖС на многоэтажную застройку, невзирая на то, что эта территория находится в охранной зоне Казанского аэропорта. Также жители утверждают, что в селе нет достаточного количества рабочих мест и нет производств, которые бы обеспечили занятость. Нет достаточного количества детсадов и школ, а строят их, как правило, с большим запозданием после сдачи жилья. 6 сентября в Больших и Малых Кабанах прошли слушания по проекту правил землепользования и застройки. Представители Лаишевской администрации присутствовали на обеих площадках и активно уговаривали жителей согласиться на внесение изменений в генплан. Однако неравнодушные жители остались при убеждении, что этого делать все же не следует. Очередные публичные слушания назначены на 12 октября. Вечером 9 октября уже более 500 человек поставили подписи под документом с замечаниями и предложениями по проекту планировки территории жилищного комплекса. Есть законодательство в сфере индивидуального жилого строительства и законодательство в сфере многоквартирных жилых домов. Все территории имеют свой статус. Если застройщик покупает большие гектары земли, он эту территорию может так или иначе перевести в другой вид использования. Как я понимаю, эти земли изначально были сельскохозяйственным назначением. Это переводится и потом ведется строительство. Напомним, что активно многоэтажный застройка Лаишевского района Татарстана не первый раз приводит к противостоянию застройщиков с жителями. Отметим, что и у другого жилого комплекса Южный парк, тоже расположенного в Лаишевском районе Татарстана, сложилась большая проблема с дорогами. Помимо традиционных пробок в часы пик, жители не раз жаловались на убитые дороги. Из-за огромных ям водителям приходилось выезжать навстречу. От месяца к месяцу ситуация так и не меняется. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универниус. Каждый житель Татарстана знает имя Мусы Джалиля. Каждый знаком с его великим циклом стихотворений «Моабитская тетрадь». Казанский федеральный университет совместно с Национальным музеем Республики Татарстан поддерживает память поэта-героя, проводя ежегодные джалиловские чтения. Подробнее о том, как в Казани чтут память великого поэта, узнаете далее. Я всех вас приветствую и желаю успешной работы нашей конференции. Глубоко символично, что проведение конференции джалиловских чтений проходит именно здесь, в Казанском федеральном университете. Это стало уже доброй традицией. 14 октября завершилась Всероссийская научно-практическая конференция «Джалиловские чтения-2022». Она была посвящена 110-летию со дня рождения поэта-воина Рахима Саттара и 40-летию Музея квартиры Мусы Джалиля. Мероприятие проходило на трех площадках – Музей квартиры Мусы Джалиля, в Музее истории татарской литературы и в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Джалиловские чтения имеют уже свою историю. Такие конференции проходили, начиная с 60-х годов прошлого века. Начинали их именно преподаватели, ученые Казанского государственного университета. Конференция предполагала обсуждение круга вопросов по актуальным проблемам российской и региональной литературы и истории, изучение аспектов развития литературных музеев, а также сохранение культурного наследия. На мероприятие поднялось порядка шести тем. Участниками джалиловских чтений стали сотрудники научных центров, высших учебных заведений, государственных и муниципальных музеев, а также других учреждений Российской Федерации. Регламент для выступлений составлял 15 минут, в ходе которых участники должны были в полной мере раскрыть темы своих докладов. Мой доклад посвящен биографии и поэтическому наследию моего деда Рахима Сатар, поэта-героя, который также участвовал в антифашистском движении и был в легионе Идель-Урал и был одним из главных зачинщиков этого сопротивления. Был профессиональным военным, разведчиком и в то же время поэтом. И его тетрадь, так же как и мавицкие тетради, мы с Джалиля, тетради со стихотворениями, дошли до наших дней. Напомним, что в ректорском садике главного здания Казанского федерального университета установлен бюст поэта-героя Муса Джалиля. Также в фонде национальной библиотеки имени Николая Лобачевского хранятся произведения великого поэта, что позволяет студентам в свободном доступе прикоснуться к нашему историческому прошлому. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций состоялся показ короткометражного фильма «Повырга». Работа стала победителем в номинации «Лучшая короткометражная картина» на 31-м международном фестивале «Киношок». О чем проект и как на него отреагировали зрители, смотрите в следующем сюжете. Первый в Казани показ короткометражной картины «Повырга» состоялся в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Картина совсем недавно одержала победу на международном кинофестивале «Киношок», где вызвала неоднозначную реакцию публики. Необычная фабула работы больше похожа на сон. Сам автор так и характеризует свою работу. Киносон. Мне очень нравится киноязык, потому что он позволяет отобразить сны такими, как ты их видишь. И я всегда к этому стремился. Но сначала у меня родилась повесть в 2010 году, она была опубликована, повесть «Повырга». И только после повести я уже стал это все переводить на киноязык, то есть написал сценарий. Сюжет истории построен на детских воспоминаниях Влада Петрова. Главный герой картины – мальчик, который видит и переживает историю своих родителей. Казанских «Ромео и Джульетты» эпохи 70-х. Работа над проектом велась практически три года. Именно поэтому актер, исполняющий главную роль, растет на глазах у зрителя. Особую атмосферу создает и композиция в кадре. Практически все сцены были сняты на советские объективы. Помимо этого, необычный антураж картины во многом сложился из деталей. Квартира, в которой проводились съемки, была заполнена вещами из 70-х и 80-х. Эти предметы все обычно люди ищут по мне, потому что у меня очень большая коллекция. Я собрал все это не только для того, чтобы в кино снимать или работать. Я же как бы широкий, я занимаюсь современным искусством. После просмотра студенты смогли пообщаться с режиссером лично. Неоднозначность образов фильма для многих стала неожиданностью. Главным вопросом из зала, который задали на удивление автора одним из последних, что такое пувырга. Пувырга, по словам режиссера, обозначение этого мира, но под другим углом, глазами ребенка. Это слово сам Влад Петров, будучи ребенком, выкрикивал, скатываясь на санях с горки. Кто бы мог подумать, что спустя столько лет вымышленное слово обретет такой смысл и станет названием первой фестивальной работы режиссера. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универ Ньюс. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова